Управляющие директора, руководители департаментов управления и... Я просто устану перечислять всех бастыков в наших нацкомпаниях. И у всех у них зарплаты за последние 6 лет выросли в 55 раз. Чтобы вы поняли количество этих самых руководителей, просто скажу, что в одной только Самрук-Казыне до недавнего времени было 37 департаментов. И это только в одной нацкомпании. А сколько их во всех 25? А сколько там управляющих директоров и членов правлений? Ладно, когда эти члены наши, казахстанские. Так ведь у нас любят на руководящие должности приглашать еще и зарубежных специалистов. И платить им огромные зарплаты, бонусы, премии, надбавки, соцпакеты, дивиденды и так далее. И все это за счет государства. Я уже не раз делал программы и говорил о тех финансово-зарплатных безобразиях, что творятся в национальных компаниях. К примеру, в Казагра на премии руководителям уходили миллиарды. При этом само Казагра было в долгах, как в шелках. А в Казахтуризме, еще одной нацкомпании, ровно половина сотрудников были руководителями. Заместители, помощники, советники, а еще начальники управления и отделов. И у всех нехилые зарплаты. К примеру, средний оклад управленческого персонала МФЦА, кто не знает, то это Международный финансовый центр Астана, еще одна национальная компания. Так вот, там руководители получают около 5000 долларов. Это их базовая зарплата, без бонусов и премий. Столько же получают и в государственном холдинге Байтирек. А я напомню, в этот холдинг входят более 60 компаний. В общем, говорить об этом можно бесконечно. Ах, и ладно бы все эти нацкомпании приносили какой-либо доход, прибыль для государства. Так ведь все они убыточны. При этом выплата вознаграждений и бонусов членам совета директоров не привязана к ключевым показателям деятельности компании. Даже если они теряют деньги, то высокие зарплаты и премии получают исправно. К примеру, за прошлый карантинный год на дивиденды для руководителей всех этих 25 нацкомпаний из бюджета страны ушло почти 143 миллиарда тенге. Как это назвать? Это самый настоящий пир во время чумы. Кстати, эти данные взяты мною не с потолка. Это результат аудита счетной палаты, которая проверяла деятельность всех этих национальных компаний.